В эфире же недельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте! Выследить жертву с ювелирными украшениями, сорвать шею золотую цепочку, а потом быстро покинуть место преступления. Схема, которую отработали до мелочей двое злоумышленников. На их счету уже более пяти грабежей на сумму свыше 200 тысяч рублей. Подробности у моей коллеги Олеси Брелис. Полицию советского района Донской столицы обратилась местная жительница с заявлением о грабеже. Она рассказала, что на одной из улиц города к ней подошел мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку, а затем убежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ростов-на-Дону по горячим следам установили и задержали двоих 27-летних мужчин, ранее судимые за кражи и незаконное хранение наркотиков. После дальнейших мероприятий оперативники также установили причастность подозреваемых к совершению еще пяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Ростова-на-Дону. Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Один из них караулил жертву и подбирал момент, когда она останется одна, а затем подавал сигнал подельнику, который подбегал и срывал украшения. Затем оба фигуранта погибали место преступления разными маршрутами. Предварительная сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Как пояснили фигуранты украшения, они сдавали в ломбард. Деньги делили пополам, а после распоряжались по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Один из фигурантов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а его сообщнику в настоящий момент меры пресечения избирается. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Жажда легких денег не всегда может быть оправдана и с точки зрения закона, и с точки зрения безопасности тех, кто совершает преступление. Но, видимо, это меньше всего интересовало подозреваемого, который неоднократно совершал кражи электропровода, не задумываясь о последствиях. Работы на строящемся объекте пришлось остановить по независящей от производственного процесса ситуации. За ночь злоумышленниками был перерублен провод, по которому поступало напряжение. Сотрудники строительной компании при проверке кабельных линий обнаружили отсутствие отрезка более 100 метров. По горячим следам сотрудники уголовного розыска за совершение данного преступления задержали местного жителя, на счету которого имеется несколько подобных краж. Подозреваемый заранее присматривал адреса слегка доступными отрезками кабелей. Затем вечером подъезжал и перерезал провисающий провод, который в дальнейшем сдавал на металл. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Злоумышленнику избрано мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Невыплаченная вовремя зарплата спровоцировала мужчину перейти в прямом смысле слова в наступление. В Ростове-на-Дону полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, угрожавшего бухгалтером. Именно такие аудио-СМС с нецензурной бранью и угрозами приходили на телефон женщине, которая работает бухгалтером в одной из ростовских фирм. Оказывается, организация не выплачивала мужчине заработанные им деньги, и бывший работник в отчаянии, по его словам, пошел на крайние меры. Угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, бывший работник организации потребовал выдать ему якобы недоплаченные при увольнении деньги. Когда на крики о помощи сбежались люди, мужчина скрылся. Полицейские по горячим следам задержали 49-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сдавая в аренду свой автомобиль, мужчина искренне надеялся на то, что за эту услугу он ежемесячно будет получать внушительный гонорар. В итоге он остался не только без денег, но и без машины. Кого за мошенничество задержали полицейские, мы расскажем вам в нашем следующем материале. Войдя в доверие к потерпевшему, злоумышленник убедительно рассказал мужчине, что с его помощью пострадавший может неплохо заработать. После чего они заключили договор о долгосрочной аренде автомобиля, в котором от руки было прописано о высокой арендной плате и полной гарантии, что автомобиль будет возвращен хозяину в дальнейшем в целости и сохранности. Однако после оформления сделки заказчик не выполнил своих обязательств и деньги в назначенный срок не выплатил. Мошенничество налицо. За помощью обманутый владелец автомобиля обратился к правоохранителям, которые вышли на жителя Оксайского района, ранее уже судимого за аналогичное преступление. Пока потерпевший ждал высокие проценты от совершенной сделки, фигурант время зря не терял. Он подделал документы на автомобиль и перепродал его третьим лицам. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей, а вот наказание и последствия, которые повлечет за собой совершение данного мошенничества, имеет весьма внушительные штрафы, а зачастую и лишение свободы. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного честью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Как говорится, злоумышленник наступил на одни и те же грабли, после чего попал к правоохранителям. Две кражи за один день в одном и том же доме совершил житель в Зерноградском районе Ростовской области. Открытое на стеж окно в доме, разбросанные вещи внутри явно говорили о том, что в отсутствии хозяев у них были непрошенные гости. Вернее, один, который за день два раза приходил в одно и то же домовладение и частями выносил оттуда инструменты. В первый раз 19-летний молодой человек, убедившись в том, что никого нет дома, выставил оконную раму и вынес приглянувшиеся ему вещи. Но этого показалось ему недостаточно, и через некоторое время злоумышленник вернулся в дом, где ранее совершал кражу и украл строительные инструменты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции изъяли украденное и вернули законному владельцу. Сотрудники госавтоинспекции Ростовской области во время рейда «Левая полоса» на федеральной автодороге М4 Дон выявили десятки водителей большегрузного транспорта, нарушивших правила расположения транспортных средств на проезжей части. На федеральной автодороге М4 Дон прошел профилактический рейд «Левая полоса». Напомним, что согласно правилам дорожного движения водители большегрузного транспорта вне населенных пунктов должны двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Соответственно, занимать левые полосы движения при свободных правах запрещается. Но так ли это на самом деле? Выявить нарушителей ПДД стало возможным во время так называемого скрытого патрулирования. Находясь в автомобилях без цитографических схем, полицейские выявляли тех, кто нарушал законы, после чего передавали данные автомобиля на пост ДПС, где останавливали инспекторы и привлекали к административной ответственности. «Елена Ольга, 7331, 50-й регион, Время, 1131». «Большегрузный автомобиль движется в крайней левой полосе. Госномер Елена Ольга, 50-й регион, на остановку». В текущем году сотрудниками Донского отдельного батальона было выявлено более двух с половиной тысяч нарушителей правил расположения транспортных средств на проезжей части. Подавляющее большинство – водители большегрузного транспорта, а это полторы тысячи человек. За такое нарушение на сегодня предусмотрено наказание в виде штрафа в размере полторы тысячи рублей. «Фур остановится в левую, и все, и не объехай». Опасность движения большегрузного транспорта в крайней левой полосе заключается в том, что другие автомобилисты вынуждены выполнять маневр опережения справа. Обзор фур ограничен, и при перестроении в правую полосу движения водитель большегруза может не заметить движущийся автомобиль. А это, в свою очередь, создает риск возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Еще один рейд провели сотрудники госавтоинспекции в Ростове и области, где выявляли водителей, которые игнорируют законы и не пристегивают себя и своих пассажиров ремнями безопасности. О его итогах нам рассказал Александр Мухин. Внимание на экран. В Ростовской области проводятся широкомасштабные рейды, направленные на контроль за использованием водителями и пассажирами ремней безопасности. Согласно статистике, каждый шестой погибший участник ДТП был не пристегнут ремнем безопасности. Такие рейды будут проводиться на постоянной основе. Госавтоинспекция в Ростовской области напоминает всем участникам ДТП что за неиспользование ремней безопасности при управлении транспортным средством водителя, либо переперевозки пассажиров, не пристегнутые ремнем безопасности, предусмотрено в соответствии с требованиям статьи 12.6 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Осуществляйте перевозку строго в соответствии с правилами дружного движения, пристегивайте себя ремнями безопасности, а также пристегивайте ремнями безопасности пассажиров. Используя ремни безопасности в случае экстренного торможения либо совершение дорожно-транспортного происшествия снижает тяжесть последствий. Вакцинация от COVID-19 продолжается. Напомню, что полицейские в числе первых начали прививаться в медико-санитарной части МВД России по Ростовской области с места события. Денис Репин. В Ростовской области продолжается вакцинация сотрудников полиции против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Процедура проходит без отрыва от служебной деятельности. С соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер перед проведением процедуры все вакцинируемые проходят обязательный осмотр терапевта, измеряют температуру тела, артериальное давление и уровень насыщения кислородом крови, после чего заполняют анкеты. Медицинские работники рассказывают сотрудникам полиции о возможных реакциях на прививку, а также делают рекомендации, которые необходимо соблюдать после введения вакцины. Все вы знаете, что в нашей стране сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Хочу сказать, что самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний остается вакцинация. Вакцинация необходима лицам молодого возраста, а также лицам более старшего возраста с хроническими заболеваниями, так как она снижает риск развития самого заболевания, так и его тяжелых осложнений. Поэтому приглашаем вас на вакцинацию в поликлинику медико-санитарной части. Вакцинация осуществляется по предварительной записи. Сделав выбор в пользу прививки, стражи порядка на личном примере показывают, насколько важно проявлять сознательность, сопереживать и нести ответственность не только за себя, но и за своих близких. А на сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать. Берегите здоровье и несите ответственность не только за себя, но и за своих близких. В студии с вами была Елена Ветрова. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok